Вологодские журналисты За победу! Более трех тысяч новых имен вологодские поисковики завершили работу по созданию новой редакции городской книги памяти. Теперь эти данные вместе с материалами, собранными в районах, войдут в областную версию памятного издания. О том, как шла работа, приуроченная к 70-летию Победы, расскажет Юлия Савинцева. У нас имеется выборка с объединенной базой данных «Мемориал». Это центральный архив Министерства обороны. В этой базе вся информация об участниках Великой Отечественной. Здесь можно найти дело бойца, основу всей дальнейшей работы. Дальше уточняются детали – дата и место призыва, место службы, причины гибели, место захоронения. Все эти данные, фамилия за фамилией, сверяются с книгой памяти Вологодской области. Так создается ее новая, уточненная редакция. Лично мной просмотрен весь список на букву «Б» по городу Вологде. Это получается порядка 900 человек. Дополнительно еще человек 160, наверное, у меня было сделано. И плюс работа каждого участника этого проекта должна была подвергнуться проверке. Чтобы проверить данные по 10 бойцам, нужно не меньше часа. Еще больше времени требуется, если фамилии в базах написаны с ошибкой. Такое бывало на фронте. Немало и однофамильцев. Чтобы избежать путаницы, приходится изучать биографию в деталях. С этой задачей участники Вологодского объединения поисковиков при помощи 50 волонтеров справились за год. Всего обработано 10 295 фамилий. Не обработано, а вошло в финальную версию. То есть обработано получается гораздо больше. Кто-то выбыл, какие-то записи были соединены, кто-то, какие-то, наоборот, соединены. То есть было у нас порядка 7 тысяч записей в книге памяти города Вологды. Теперь будет 10 295. Такая работа идет во всех районах в рамках проекта «Электронная книга памяти» Вологодской области. Сейчас организаторы приступили к обработке собранной информации. Но новые сведения продолжают поступать. Справки и документы из личных архивов родственники фронтовиков приносят практически ежедневно. Это письмо с данными о брате своей бабушке Вологжанка Валентина Малявина обнаружила совершенно случайно. Думали, что он пропал без вести. И вот два года назад у меня умирает тетушка. И при просматривании ее документов мы нашли вот такой клочочек бумажки, что он, оказывается, умер от ран. О том, что Красная Армия – это уроженец Вологодской области Николай Гусев умер в госпитале, рассказали комсомольцы ростовской школы, на территории которой стоит памятник воинам, участникам Великой Отечественной. Письмо они прислали еще в 1974 году, но эти данные хранились только в семье. Мы позвонили в школу вот этой Ростовской области, где адрес, который здесь был приведен, и узнали, что там на территории на самом деле есть памятник. Дальше мы в Центральном архиве Министерства обороны узнали на самом деле информацию об этом человеке, которого Николай Ивановича нет в книге памяти Вологодской области. В Центральном архиве Министерства обороны информация подтвердилась. Теперь имя Николая Гусева также будет внесено в областную книгу памяти. Новая ее редакция сейчас насчитывает около 200 тысяч имен, что превышает предыдущий список на 26 тысяч. Книга памяти будет размещена на сайте правительства области. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда Портал.